Здравствуйте, дорогие мои любознательные радиофилы! Сегодняшний выпуск обращен именно к вам. Дело в том, что у меня в закладках уже длительное время отлеживается ряд статей и видеороликов, описывающих опыты с ураном и его соединениями в домашних условиях. Итак, весь этот материал на английском языке. Видимо, за рубежом урановарение представляет собой отдельную отрасль домашней химии для любознательных исследователей. Увы нам, на большей части постсоветского пространства подобные опыты осуждаемы законодательством и могут причинить массу проблем увлеченному химику-любителю. Однако, я считаю возможным публикацию данных материалов в чисто ознакомительных целях, без всяких призывов к повторению подобных опытов. Итак, я начинаю публиковать переводы материалов по зарубежной любительской радиохимии. Сами переводы я буду помещать на дружественном сайте, а ссылки на них размещать здесь, на ютубе, в каждом последующем видеоанонсе. В сегодняшнем анонсе я расскажу вам про статью зарубежного коллеги-любителя, в которой он описывает множество опытов с ураном и его соединениями в домашних условиях. Удивительно, но используя простейшие бытовые реактивы буквально на кухне, он сумел воспроизвести весь урановый цикл от руды до получения металлического урана. Вот эта статья. В оригинале она называется «Химия урана». Мною был сделан ее перевод с сохранением всех изображений. Кроме того, я позволил себе некоторые комментарии к тексту, которые поясняют и дополняют авторские идеи, делая их более доступными для понимания нашей аудитории. Сам перевод статьи вы можете найти вот по этой ссылке. Кстати, рекомендую вам ознакомиться и с другими материалами этого сайта. Там много интересного по дозиметрической аппаратуре и опасным находкам. Еще раз напоминаю, весь материал размещается чисто с ознакомительными целями. Сам я никогда не производил подобных опытов и не рекомендую их производить моим зрителям, если это противоречит законодательству их страны. Со временем будут еще переводы интересных статей и видеороликов. Следите за объявлениями на канале.